11 декабря на 348-м километре трассы М11 Нева в Балаговском районе области прошли учения с привлечением специалистов различных силовых структур и ведомств. Наш регион включился в глобальные всероссийские учения на объектах транспортной инфраструктуры. В Российской Федерации отрабатывалось 6 водных. Нам досталось водное крупномасштабное ДТП на скоростной автомобильной дороге М11 Нева. По условиям водным в ДТП попало 4 автомобиля, в том числе и автобус. Пострадало порядка 50 человек. И в результате ДТП образовались многокилометровые пробки как в одну, так и в другую сторону. В Тверской области к учениям привлечено свыше 2000 человек. 730 единиц техники, в том числе от МЧС России, 449 сотрудников, 120 единиц техники. Итак, водное. Серьезная авария на трассе М11. Для экстренной помощи пострадавшим к месту ДТП, кроме карет скорых, вызван вертолет санавиации. КОНЕЦ Временных ограничений и нормативов для таких ситуаций не существует, потому что ДТП может произойти на любом километре автомобильной дороги. Но от именно быстроты реагирования подразделений и еще от их взаимодействия оперативных служб, конечно, зависит и быстрота, и успех всей операции. КОНЕЦ Привлечены все оперативные службы. И полиция, и скорая помощь, автодор, подразделения УПРДОР, МЧС, санавиация. То есть медицинная катастрофа. То есть все, кто может реагировать, все приняли участие. КОНЕЦ И по задаче, у нас основная задача была не затруднять движение автомобилистам, поэтому отрабатывали на более-менее таком спокойном участке. Хотя все оперативные службы показали реальное реагирование, реальное взаимодействие. И думаю, что именно взаимодействие нам поможет ликвидировать ДТП в реальных условиях. Еще раз повторим. Нельзя отрицать, что такая ситуация может произойти не на учениях, а в реальной жизни. Стой, стой, стой. Разбираем барьерное ограждение с целью разгрузки заторовой ситуации. После чего собираем и в полном маслане пускаем транспортный потап. М-11, потому что совсем недавно был открыт последний участок, который соединил Москву и Санкт-Петербург, в связи с чем возникла необходимость отработки действий всех оперативных служб. Но и одновременно на границе области Тверской и Новгородской проходили еще вторые учения. Это в Новгородской области на трассе М-10. И как раз работа двух штабов, двух областей позволила своевременно перенаправить, пусть и условно, но автомобильные потоки в объезд двух заторов, как на М-11, так и на М-10. М-11, так и на М-11. К этому времени ограждения демонтированы. Сотрудники ГАИ направляют транспортный поток на соседнюю полосу. На помощь пострадавшим в аварии людям и ликвидацию последствий ДТП ушло не более 40 минут. Отметим, все, что вы видели, практическая часть учений. Штабной этап в этот же день продолжил работу. О результатах сообщим в следующих выпусках патрульной службы. Пока скажем одно. Силы и средства готовы к поставленным задачам. Главное, чтобы такой ситуации на наших дорогах никогда в реальной жизни не возникало. Московским районным судом города Твери вынесен приговор выходцу из Средней Азии 26-летнему Ибрахим Жону Усмонову, скрывавшему от силовиков информацию о друге террористе. Его приятель воевал на стороне Международной террористической организации. Вину подсудимой полностью признал и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Вы раскаиваетесь о том, что вы совершили? Да, я раскаиваюсь. Признаю свое вину, что не сообщили. Органы власти признаются. Больше так не будете поступать? Такого поступка не буду. Что другим посоветуете вашим землякам, если кто так же захочет поступить? Ну, лучше такой поступки не было, чтобы первый и последний раз, на самом деле. Как установили сотрудники УФСБ России по Тверской области, мигранты познакомились в Твери, где вместе занимались отделкой квартир. После отъезда в Сирию друг стал участником террористической организации. Уговаривал Усмонова примкнуть к боевикам, просил оказывать им помощь. Как выяснилось, уехавший вербовал не только друга, но и других жителей Верхневолжья. Подсудимый приглашение в Сирию не принял, но переписку продолжил. Своё общение с террористом молодой человек скрывал, никуда по этому поводу не обращался. Последствия своих преступных действий, а точнее бездействия, осознал только в суде. По закону за несообщение правоохранительным органам о контактах с террористами, наказание может быть вплоть до лишения свободы. Но суд учёл раскаяние Усмонова и его помощь следствию. В итоге мужчина приговорён к денежному штрафу. На этой неделе вступил в законную силу ещё один приговор. Четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима получил ранее осуждённый, пытавшийся создать религиозно-экстремистскую ячейку в одной из колоний Тверской области. Его противоправную деятельность своевременно пресекли спецслужбы совместно с сотрудниками регионального управления ФСИН. Собранных доказательств суд посчитал достаточными для вынесения обвинительного вердикта. Продолжение следует...